Цены на коммунальные услуги повысили. Движение в центре города поменяли. Июль пришел к Ивановцам вместе с переменами. Причем ни первого, ни второго сердца горожан не требовали. Автомобилисты негодуют. Пробки с родним московским застопорили движение на проспекте Ленина, улице Красной Армии и Почтовой. На двух последних направления теперь односторонние. По Красной Армии движение направлено от улицы Багаева в сторону проспекта Ленина. По улице Почтовой от проспекта Ленина в сторону Багаева. Сейчас в данное время работают и проектировщики, работают и настройщики аппаратуры. Смотрим временные интервалы на светофорах. Где-то добавить секунд для красного, где-то увеличить количество зеленого сигнала. Поэтому будут так говорить, что ведутся пуск наладочной работы. Сколько они продлятся? Неделю, может быть меньше. Все будет зависеть от того, как мы правильно рассчитаем дальнейшее поведение наших водителей. А поведение у водителей пока весьма истеричное. Со знаками еще не разобрались. Поворачивают не там, где нужно. Оттого и пробки. Если честно, первый день не устраивает. Одни пробки весь день. Раньше были пробки с утра и вечером, а сейчас весь день. Весь поток стоит. Почтовая, киноцентральная, Красная Армия. Абсолютно все улицы стоят. Вы знаете, мы думали намного лучше, придумали, прочитали все. А вот сегодня я второй раз еду, и вот три часа продолжает движение. То есть очень плохо. Вообще не годится. Не продумали. Наши градоначальники, они, наверное, должны просто проехаться за рулем автомобиля, чтобы представить, как это сложно стало в плане перевозок пассажиров. Вот пассажиры просто недоумевают, почему мы едем по-другому. Ну, я не знаю, покажет ли это время, но вот эти два дня – это просто морока какая-то. Серьезно. Пассажирам есть чему удивляться. Теперь общественный транспорт в сторону площади Победы идет через Почтовую, а обратно, соответственно, по Красной Армии. До киноцентрального можно добраться на автобусах и маршрутках, которые едут с проспекта Ленина на проспект Фридриха Энгельса или на улицу 10 августа. На вовведение сбили график троллейбусов. В понедельник опоздание составляло около получаса. Ну, так еще комментируют. Вчера только запустили новое движение. Понятно, что это будет как-то первые дни будут такие проблемы. Дальше уже посмотрим. Я так понимаю, что будут еще регулировать режим работы светофоров. Опробовав новый маршрут, свои корректировки предложил и координатор регионального отделения Федерации автовладельцев России. В частности, на развязке Ленина-Почтовая целую полосу занимают припаркованные машины. Было одно предложение по поводу развязки Ленина-Почтовая. Там получается узкое горлышко из-за припаркованных машин. Но припаркованные машины – это беда вообще нашего города. Но почему-то она должным образом не решается. То есть, когда делают капитальный ремонт, не увеличивают количество карманов. Вот и там также. А выход запретить буквально 20-30 метров парковки и увеличить карман для поворота на Почтовую. В управлении благоустройства пообещали к пожеланиям фаровцев прислушаться. Водителей же городская мэрия просит обратить внимание на новые знаки. Однако уже днем в понедельник ехать под кирпич и брать на таран улицу Красной Армии желающих было немного. Одни просто разворачивались, другие, по принципу, если нельзя, но очень хочется, то можно, ехали по тротуару. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.